Общее сведение. Впервые литургический энцефалит был подробно описан в 1917 году австрийским неврологом-эконома, за что получил в практической неврологии свое второе название «энцефалит-эконома». Начиная с времен Первой мировой войны и до 1926 года. Литургический энцефалит в виде эпидемических вспышек часто встречался в Западной Европе. Заболевание зачастую приводило к летальному исходу. В наше время энцефалит-эконома встречается редко и только в качестве отдельных клинических случаев. В своем течении литургический энцефалит проходит два этапа – острый и хронический. Первый протекает с признаками острого воспаления вещества мозга, второй – как прогрессирующий дегенеративное заболевание мозга с преимущественно экстрапирамидными нарушениями и изменениями психики. Промежуток времени, разделяющий острую и хроническую стадию энцефалита, варьирует в пределах от нескольких месяцев до 10 лет. Литургический энцефалит причины Литургический энцефалит относит к вирусным энцефалитам. Однако его возбудитель до сих пор не выделен, что связывает с его слабой устойчивостью во внешней среде. Предположительно, передача вируса осуществляется по воздушно-капельному механизму. ППФ в носоглотку, вирусы с током крови и лимфы проникает в головной мозг, где вызывает выраженную воспалительную реакцию. Зоной поражения, как правило, является ствол мозга и базальные ядра. В острой стадии микроскопии обнаруживает муфтообразную переваскулерную инфильтрацию, пролиферацию глиозных элементов, иногда в образовании музелков. В хронической стадии литургический энцефалит характеризуется дегенерацией гибелью гонглиозных клеток с сформированием на их месте глиозных рубцов. Эти процессы наиболее выражены в бледном шаре и черной субстанции. Симптомы литургического энцефалита Энцефалит эконома дебютирует общей инфекционными симптомами – разбитостью, лихорадкой, миалгиями, головной болью. Период повышенной температуры тела занимает порядка вторых недель. В это время манифестируют неврологические симптомы. Отмечается патологическая сонливость – гиперсомния. Пациенты склонны много спать, засыпают в любых ситуациях и в самых неудобных позах. При принудительном пробуждении больной засыпает снова. В отдельных случаях наблюдается инсомния – бессонница, чаще она чередуется с гиперсомнией. Нарушения сна могут быть представлены расстройством нормального ритма сон-бодрствования, при котором пациент спит днем и не может уснуть ночью. Наряду с гиперсомнией и патогномоничным признаком, отличающим литургический энцефалит, является поражение глазодвигательных нервов. Характерно частичное поражение, проявляющееся недостаточностью функций отдельных мышц, нервируемых глазодвигательным нервом. Пациенты часто жалуются на ухудшение или затуманивание зрения, что связано с диплопией или расстройством аккомодации. Может наблюдаться анизокорие, опущение верхнего века, вертикальный паралич взора. В ряде случаев поражается отводящий нерв, что приводит к появлению косоглазия. Расстройство сна и глазодвигательные симптомы характеризуют литургические энцефалиты в его классическом варианте. Однако могут иметь место и другие неврологические нарушения, головокружение, вестибулярная атаксия, нестагм, тошнота и рвота. Проявление вегетативной дисфункции, гипергидроз, вазомоторная лоббильность, гиперсоливация и дыры. Закрывающая круглая скобка. Иногда в острой стадии наблюдаются экстрапирамидные нарушения, которые более свойственны хронической фазе энцефалита. Это могут быть как гиперкинезы, атетос, судорога взора, миоклония, блефораспазм, так и симптомы вторичного паркинсонизма. Амимия, гипокинез, ригидность. Возможно развитие гипоталамического синдрома, мозжечковой атаксии, гидроцефалии, психосенсорных расстройств, галлюцинаторной. Синдром изменения восприятия формы. В тяжелых случаях литургический энцефалит сопровождается нарушениями сердечной деятельности, дыхательного ритма, глубоким расстройством сознания и комы. Острый этап может продолжаться до месяца. В последнее время клинические случаи острого энцефалита эконома имеют в основном абортивную форму. Их клиника сходна с течением ОРВИ, включает лишь эпизоды гиперсомния или других расстройств сна, приходящую к диплопию, иногда тики в лицевой и шейной мускулатуре или длящуюся несколько дней икоту, обусловленную миоклоническими судорогами диафрагмы. Литургический энцефалит хронической стадии развивается у 35-50% пациентов спустя различный промежуток времени после стихания симптомов острой фазы. Нередко он возникает без предшествующих симптомов острого энцефалита. Характеризуется прогрессивно нарастающими признаками поражения экстрапирамидной системы преимущественно по типу акинетика ригидного. Синдрома с клинической картиной вторичного паркинсонизма. Отмечается снижение и замедление двигательной активности, гипомиме, маловыразительная речь, заторможанность психики, потеря интереса к происходящим событиям. В неврологическом статусе преобладает генерализованное пластическое повышение мышечного тонуса. Возможен треймор рукотипичный для болезни Паркинсона секреторные расстройства. В редких случаях наблюдаются пароксизмы нарколепсии. Могут возникать эндокринные нарушения, гипертиреоз, адипозагенитальная дистрофия, несахарный диабет, ожирение, нарушение менструального цикла. Диагностика Диагностировать литургический энцефалит не так просто, за исключением классических случаев с гиперсомнией и глазодвигательными расстройствами. В острой фазе необходимо проводить дифференциальную диагностику сирозным менингитом и клещевым энцефалитом в хронической. С болезнью Паркинсона, внутримозговой опухолью, энцефалопатией, атеросклерозом сосудов головного мозга, лейкодистрофией. С целью диффдиагностики и установления диагноза проводятся общеклинические анализы ЭГУЗДГ сосудов головы или РЭК. МРТ головного мозга, люмбальная пункция. В острую фазу в анализе крови определяются признаки воспалительного процесса, гипохромная анемия. Исследование цереброспинальной жидкости выявляет лимфоцитарный плеоцитоз, небольшое повышение концентрации сахара и белка. На ЭГЭ отмечается диффузное изменение, преобладает медленная активность. МРТ позволяет визуализировать очаги дегенерации глиозного рубцевания в базальных структурах и стволе. Лечение литаргического энцефалита. Литаргический энцефалит с трудом подается терапии в любой фазе. В остром периоде осуществляется дезинтоксикационная, противовирусная, дегидратационная, симптоматическая терапия, возможно назначение. АКТГ и глюкокортикостероидов, сыворотки реконволесцентов. Хронический энцефалит с паркинсоническим синдромом расценивается неврологом как показание к назначению противопаркинсонического лечения. Леводоп и тригексифенедила. При психических расстройствах прибегают к психотропным средствам. Однако их назначение требует особой аккуратности, поскольку они могут усугубить экстрапирамидные нарушения.